Плохой материал, плохой материал. Это дорого получается. Из бетона, кладут бетон, там 30 слоёв. Я вот манилки тут заливала. 30 слоёв или чего, значит, бетона, послушай меня, специально фабричного бетона, который льётся, потом трейлерами привозятся гигантские плиты, которые, значит, потом выпиливают из них специальной фрезой кусочки, везут на испытания. Сколько бы ты миллиардов долларов не истратил, всё ломаешь к чёрту и матери по новой всё переделываешь, если испытание не пройдено, вот эти кусочки вырезаются и везут их в лабораторию, понятно? Значит, бетон армированный, бетон рифлёный, с нарезочкой такой поверху, чтобы шины держались. А у нас когда это будет? Да, у нас никогда этого не будет, потому что у нас страна... Чё? Не надо хрюкать. Нет. Так интересно рассказали. Значит, слушай, строить вообще шоссе, как таковы, из асфальта, это примитивно и неправильно, потому что грузовики продавливают, даже легковушки продавливают, понятно, всё, забыли. Даже в Москве, да. Тему забыли. Владимир Владимирович скажет, мы построим вам несколько дорог, но они все будут асфальтовые, а стало быть, будут отставать на 50 лет от Америки. То есть это новые, которые в проекте, будут отставать на 50 лет сегодня, а когда их построят, будут отставать на 60 лет. Ну это не страшно. В России много детей с редкими тяжёлыми заболеваниями. Лечение стоит дорого. Это вопрос из сайта. Да. На телевидении практически периодически идут ролики с просьбой помочь. Почему государство, экспортирующее природные ресурсы и пропагандирующее повышение рождаемости, не берёт на себя расходы по лечению детей, нуждающихся в высоких нейтрологической помощи, которая оказывается за рубежом? Да. Чёрт тебя. Вот я тоже хотела бы задать этот вопрос. Самому себе скажет, Владимир Владимирович. Наверное, поедав поручение, Ольга Голодец и также второй. Не знаю, я думаю, надо как-то скакнуть от этого вопроса и пойти к следующему. Мы молодая семья с двухлетнего ребёнка. Следующий вопрос. Я читаю вопросы.